Пришла смс, правда с незнакомого номера, ну и открыла, перешла по ссылке и все. И через два дня началась рассылка с моего номера, смс-ок, всем моим контактам. Ольга Короткова далеко не первая жертва вирусных атак, которым несколько дней подряд подвергались обладатели смартфонов. К абонентам разных операторов сотовой сети приходило смс-сообщение с сомнительной ссылкой. Если получатель ее открывал, то уже с его телефона автоматически шла рассылка сообщений на все контакты, находящиеся в телефонной книге абонента. При этом за каждое из них со счета снимались деньги. В настоящее время сотрудники милиции отдела К проводят оперативные мероприятия для установки места, откуда производится смс-рассылка этой вредоносной программы. К сожалению, это не первый случай, когда наши пользователи мобильных телефонов получают разного рода вредоносные смс-сообщения с просьбой перезвонить на номер телефона, который, к сожалению, находится за пределами государства Республики Беларусь, и он платный, и списываются определенные деньги со счетов наших граждан. Поэтому мы еще раз обращаемся к гражданам не отвечать на такие смс-сообщения, сообщать в милицию и пользоваться антивирусной программой, чтобы защищать свой мобильный телефон. Данная вредоносная программа опасна для смартфонов под управлением операционной системы Android. Владельцы именно таких телефонов и были мишенью злоумышленников. К слову, вирус, изрядно подпортивший настроение многим жителям Бреста, затронул не только наш пограничный город и даже страну. Соседние России также успели с ним познакомиться. Сегодня данная проблема устранена. Однако, где гарантия, что вирус не вернется снова? И как действовать в таком случае? Если вам пришло смс сомнительного содержания, не открывайте его, а попытайтесь сразу удалить. Если все-таки приложение по ссылке установилось, переведите ваш смартфон в режим полета, удалите приложение, затем зайдите в интернет и скачайте бесплатный антивирус. При проверке телефона вирус должен исчезнуть. Как правило, хакеры обрушивают свои атаки перед выходными, поскольку в пятницу операторы сотовой связи переходят на более спокойный режим работы. Однако, если вирус успел просочиться в ваш телефон, постарайтесь переселить любопытство и не открывать сомнительную ссылку.